Всем привет! Это подкаст «Диванный урбанист», подкаст об урбанистике, городе, архитектуре и обо всём, что касается, так или иначе, Оренбурга. Это Дарья Беликова. И Виктор Богданов. Да, и в гостях у нас сегодня доктор исторических наук, профессор Елена Бурлуцкая. Здравствуйте! Здравствуйте! Дарья Бурцкая. Ну что, давай начнём с какой-то матчасти, как мы с тобой обычно это любим. Что вообще такое городские легенды, городская мифология и для чего это всё нам вообще нужно и как это появляется? Городская мифология – это уникальная часть науки, это вещь, которая отходит к мифологии античной, скандинавской. То есть, книга Нила Геймана «Американские боги» – это как раз скрещение классической мифологии и современной городской мифологии. То есть, много кандидатских, докторских диссертаций у социологов, антропологов. Они как раз находятся именно в стадии городской мифологии, как в России, так и в Соединённых Штатах и Европе. То есть, это такая тема, несмотря на то, что она маргинальная. То есть, мы говорим про страхи, про НЛО, про привидений. На самом деле, они все очень типизированы. То есть, городская мифология Оренбурга, она не сильно отличается от городской мифологии Детройта. То есть, если ко мне глубже, там те же будут зарытые сокровища, те же самые подземные ходы, те же самые утопленницы, призраки. Это, на самом деле, уникальная вещь. Более того, я почитала литературу по психиатрии, даже есть как бы статьи, которые изучают патоморфоз бреда у пациентов с шизофренией. И они тоже отходят к вот этим городским мифам. То есть, там преследование страны спецслужб, те же самые НЛО. Холодильник, который ты прослушиваешь. Очень похож на городскую мифологию. На самом деле, это уникальная вещь. Она мало изучена. И, я думаю, интересно будет сегодня это обсудить. Ну, как мы сказали, мифы есть в каждом городе. Даже в каком-нибудь маленьком селе есть какой-нибудь миф про какого-нибудь старика, либо старушку и так далее. И это всё, естественно, передаётся. Интересно, да, именно в том, что есть исторические мифы. Например, про золото Колчака, золото Богачёва, которые ищут люди с металлоискателем до сих пор. А есть какие-то ситуационные городские мифы, которые родились 20-30 лет назад. Или даже вот сейчас появляются, да, в этом уникальность этой темы. Да, и причём, что самое прикольное, они же обрастают новыми подробностями, когда передаются из уст в уста. Ну, это как из серии сказки, фольклор какой-то и так далее. То есть здесь добавил один, здесь прибавил другой, здесь прибавил третий. А как докопаться до истины, по сути дела, да? И ведь с ростом научно-технического прогресса, возможности всё посмотреть в интернете, загуглить, эти мифы как-то изменяются, видоизменяются и так далее. Ну да, у нас есть классическая книга Глеба Десяткова, это легенды старого Оренбурга, где собраны вот эти классические истории. И есть вещи, которые появились прям совсем недавно. Да, ну давайте начнём, наверное, потому что нам интересно для начала ваше мнение. Для чего каждому городу нужны городские мифы, городские легенды, и нужно ли вообще их как-то развенчивость постоянно? Можно я сразу буду парировать, что городские легенды – это не часть науки, это всё-таки часть фольклора. Вот когда мы изучаем городские легенды, это уже становится частью науки. А пока это существует просто в общественном сознании и социум, это такая попытка объяснить то, что социум не очень понимает. То есть социум видит, но поскольку у кого-то ограничен масштаб знаний, у кого-то мировоззрение такое специфическое, вот они пытаются объяснить происходящее теми вещами, которые им понятны и доступны. Надо ли как бы стимулировать эти мифы? Ну, если мы хотим прям вот с нуля вызвать интерес к какому-то объекту городскому или к самому городу, то, наверное, да, потому что народ у нас падок на все эти странные и страшные вещи. И, конечно, все пойдут сразу смотреть дома, улицы, в которых происходило, искать клады. А если мы всё-таки пытаемся создать не просто общество людей, которые как зомби ходят за кем-то, кто рассказывает легенды, которые хотят знать про город, про его объекты, про его людей, ну, тогда, наверное, надо что-то и развенчать. А сколько вообще привлекает к городу туристов вот такие вот городские легенды и мифы? Потому что вы часто проводите экскурсии для гостей, да, ну, либо рассказываете гостям о нашем городе. Вплетаете вот в рассказы городские легенды, городские мифы? Я стараюсь не рассказывать про легенды, или, по крайней мере, я всегда говорю, что существует такая легенда, или есть такой слух, да, или есть такое поверье. Но то, что это привлекает туристов, несомненно, да, ну, мы с вами все, наверное, когда куда-то ездим на экскурсии, ну, нет-нет, да и согрешили, прошлись там, я не знаю, по Праге с экскурсии, там, мифы и легенды старого города и так далее. Конечно, это интересно, конечно, это любопытно. Ну, и всякие там праздники, да, хэллоуины, хотя они и заморские баклажаны, но, тем не менее, они очень интересны. А вот в работе с студентами это как-то используется тоже, да, что такой лингвистический якорёк, чтобы какие-то в историческом таком, да, процессе рассказать именно о какой-то легенде, не обязательно городской, да, о мифологическом, возможно, каком-то компоненте или нет? У студентов вообще есть, как бы, вот такая обязанность знать основы. Мифологическое сознание – это то, с чего, собственно, всё начинается. То есть сначала было мифологическое, потом было религиозное, потом становится научное и немножечко обыденного. Поэтому вот как человечество проходило всю стадию своего становления, так и студент, превращаясь в нормального человека, он про мифологию должен знать. А насколько вообще Оренбург богат легендами? Ну, вот так, если мы будем сравнивать, может быть, с каким-то городом или каким-то ещё другим способом пытаться ответить на этот вопрос. Оренбургу всего 280 лет, получается. Поэтому, ну, по сравнению с теми городами, которым там тысячи лет, конечно, у нас мифология чуть-чуть победнее. Но, тем не менее, свои 280 мы вполне набрали материал, поэтому тоже можем что-то рассказывать. Ну что, может быть, начнём идти уже по каким-то мифам или легендам? Да, давай я начну первым. Ну, давай, давай. Мне интересно про подземные ходы. Многие старожилы говорят, что Оренбург, центр исторический, перерыт подземными ходами, и если их раскопать, то можно передвигаться, как по линиям метро, да, то есть вышел на набережную, зашёл на набережную, вышел где-то около филармонии. Да, я слышала, что вот из церкви Казанский собор, который разрушили, там были подземные ходы, которые тоже куда-то вели, и из Неплюевского корпуса куда-то вели. Есть, нет ходы или как вообще? Я думаю, что ходы есть, ну, или, по крайней мере, были, потому что есть упоминания в источниках о том, что ходили из одного места в другое. Есть здравый смысл, город находится на границе со степью, мало ли чего может произойти, то есть в любой момент кто-то должен или может напасть, и человек должен иметь возможность укрыться, сбежать, оставить имущество какое-то наиболее ценное где-то там вот в таком тайном месте. Поэтому, конечно, все вменяемые люди что-то там копали, рыли, насколько далеко, неизвестно, но, естественно, было. Ну, и кроме того, мы помним, что зимой тут город заносил по крыше снегом из-за буранов, и поэтому там, да, чтобы как-то перемещаться из одного помещения в другое, не выходя на улицу, у нас тут летом плюс 45, тоже не очень комфортно. Проще пройти где-нибудь. То есть мы сейчас говорим про какие-то такие маленькие переходы между зданиями, строениями, или все-таки мы можем действительно говорить, что в Оренбурге есть длинные вот такие вот ходы какие-то, или были, или есть признаки такого, я понимаю, что, наверное, мы не можем точно сказать. Я думаю, что длинные тоже должны были быть, потому что, ну, люди разные бывают, и статус этих людей тоже разный, поэтому те, кто был максимально, скажем так, ценен для социума, люди, которые обладали какими-то уникальными знаниями или там должностями, они должны были иметь пути к отступлению. Поэтому из каких-то стратегических объектов наверняка ходы куда-то уходили далеко, чтобы можно было спрятаться. А так обычные обыватели, ну, так вот, чтобы куда-нибудь на кухню сходить, не через улицу, чтобы не пылило ничего. Есть ещё такой мини-городская легенда или городской миф о том, что когда был разрушен Казанский кафедральный собор, то золото многочисленное, которое было, в нём кто-то из священников успел спрятать как раз вот в одном из этих ходов, и до сих пор люди говорят, что где-то вот оно хранится, нужно только... Где хранится золото? Давайте. Главный вопрос Виктора, где хранится золото? Это как библиотека Ивана Грозного, про неё кто-то знал, но куда её дели, никто не знает, да, поэтому её тут ищут, ищут с 16 века. Я думаю, что с золотом из Савора то же самое. То есть оно, конечно, когда-то было, и есть упоминание о том, что вот много его было, а потом оно бабаха и исчезло. Но я не думаю, что его где-то прям так в массовом количестве спрятали, и до сих пор найти невозможно. Если бы хотели, уже давно всё нашли, потому что, ну, перерыт весь центр, там ничего спряталось. А были у как раз у Казанского собора именно подземные ходы или нет? Потому что тоже обсуждается это активно. Говорят, что были, мы точно ничего не можем сказать, потому что в разных чатах, опять же, архитекторов, урбанистов, знатоков города время от времени этот вопрос всплывает. И вроде там, да, кто-то где-то видел какой-то выход, который вёл, вот на этом уровне всё заканчивается. Давайте про подземные ходы, раз мы начали говорить. Одна из самых, наверное, любимых таких полулегенд, полуправд в этом городе – это адвокат Городийский. Мой любимый. Да, и не только ваш, поверьте. Мне кажется, при удачном пиаре тут бы съезжались женщины просто толпами. Были ли у него эти самые знаменитые подземные ходы, эти вагонетки, на которых он любовниц своих переправлял многочисленных? Или это тоже такая городская легенда, которую нам всем приятно слышать и рассказывать, и пересказывать? Вот смотрите, давайте так, ходы были, но разместить там вагонетку, а тем более упихать в эту вагонетку женщину в корсете и в шляпе практически невозможно. То есть узкие, да, какие-то? Там были переходы, которые, опять же, соединяли разные владения Городийского в одной усадьбе. Там были выходы на другую улицу, потому что Евсей Маркович был адвокатом. Он занимался разными делами. В конце концов, брак и разводный процесс, он ведет и занимается и с мужем, и с женой. Они видеть друг друга не могут, надо друг друга не переносить, поэтому нужно как-то сделать так, чтобы они не пересекались в процессе. Соответственно, переходы были нужны у многих предпринимателей, не только у нас, такие вещи в домах были. Слушайте, а вот откуда эта легенда про Городийского, если, может быть, вы какие-то корни находили? Она, это мы сейчас сами вот все напридумывали, или это вот из каких-то тех времен, когда он жил, и это действительно была такая вот городская легенда, которая возникла во время жизни самого адвоката Городийского? А если бы не Глеб Михайлович Десятков, я думаю, что ни про дом Городийского, ни про эту вагонетку несчастную, да, никто бы вообще не знает. А кто такой Десятков? Давайте тоже про автор книги. Глеб Михайлович Десятков, автор книги «Легенды Старого Оренбурга», он не историк, он скорее журналист, популяризатор, поэтому он честно написал на своей книжке название легенды Старого Оренбурга. Опять же, задача, возможно, у него была все-таки разбудить интерес к городу, про который мало кто что знал. У него получилось, надо сказать. У него получилось, да, но вот эта вот легенда, которая была им вброшена в массы, она до сих пор волнует просто вот сознание обывателей и не только оренбуржцев. Мы можем сказать, что эта легенда про Городийского одна из самых таких известных любовных легенд Оренбурга? Она самая известная и самая устойчивая, пожалуй, потому что вот сколько мы с Ксенией Поповой, с Светланой Шлиюк не пытаемся объяснить, что он, ну, нет, ну, верните честное имя мужчине, он бедный там измучился уже, как-то вот это вот всё живёт в моём сердце больном и будоражит. Если, да, про исторические говорить, да, то сотрудники и гости музея истории Оренбурга, Гауптвахты, любят рассказывать про фальшивые часы, легенду, да, что якобы в 30-е годы 20-го века какой-то из важных чин приехал в Оренбург, ему понравились часы, которые были на Гауптвахте, да, и он приказал их вырвать и вывезти то ли в Самару, то ли в Москву, то ли ещё в какой-то город, это все по-разному рассказывают, да, и потом были установлены на Гауптвахту, на нашу, часы-дублёры, а вот настоящие ценные часы, они куда-то уехали, это правда или нет? Можно я другую версию этой легенды? Я тоже была на экскурсии в этом же музее, мне рассказывали другую версию этой легенды. Это не легенда, мне рассказали, что они сломались, их отвезли в Самару ремонтировать, и что-то там, короче, так они и не вернулись. Вот давайте теперь, Елена Вадимовна, по фактам разобьём, что же часами случилось с Гауптвахтой? Как у Малдера истина где-то рядом, то есть часы на музее города или на Гауптвахте, как мы привыкли её называть, сегодня не родные, они очень красивые, но они появились только в 1982 году. Настоящие часы, которые там изначально были, а мы на самой Гауптвахте видим, да, в 1856 год, так вот, часы, которые появились в 1856 году, это были часы, которые были принесены туда из гостиного двора, часы таможенного ведомства, которые были созданы на фабрике братьев Бутеноп, часы отличались морозоустойчивостью, жароустойчивостью, вот они у нас проработали до 1932 года. До долго довольно. В 1932 году в Самаре, действительно в Самаре, начали строить некий объект, который в литературе называется Дом офицеров, но это скорее Дом Красной Армии, а не Дом офицеров, и кто-то из начальства решил, что в Самаре, а это был именно военный центр нашего округа, там нужнее, поэтому часы перевезли туда, мы их можем там до сих пор наблюдать на этом здании, а у нас дырка зияла в 50 лет. Надо назад запросить, это же наши часы. Это уже не надо, уже пусть они там висят, мы просто всех будем в Самару отправлять, пусть они там смотрят, ходят, а у нас красивше. Еще есть такая легенда, которая тоже очень в последнее время получилась распространение, о проклятом доме на переулке фабричном 31. Напомню для наших слушателей, это такой красивый дом в стиле псевдоготики, который, ну, наверное, уникальный для Оренбурга, вы меня поправите, да, потому что похожих по архитектуре у нас нет. И существует легенда, неизвестно, кому он принадлежал, существует легенда о том, что там был богатый татарский купец, но не Хусаинов, кто-то другой, да, и когда выселяли владельцев дома, то последняя женщина, кто там была, да, она прокляла якобы вот этот дом и всех, кто там будет жить, и с тех пор у всего населения не только этого дома, а всего фабричного переулка стали наступать несчастья якобы до сих пор. Конечно, и вот в 2023 году их расселили, проклятие сбылось, то есть мы можем, конечно, нас предвозить сбывшееся проклятие. Неухоженный такой вид фабричного переулка, да, если там кто-то окажет из наших слушателей, там нет тротуара, там немножко так всё загажено, мусор не вывозится часто. Да, и люди тоже связывают это как бы вот с проклятием, которое в начале 20 века было. Знаете, как профессор Преображенский про разруху рассказывал, да, что вот она не с этого начинается. Ну, дом, конечно, интересный, но у нас действительно нет аналогов, потому что урбанисты и путешественники, которые к нам приезжали, они вообще говорят, ой, у вас тут не просто тут что-то такое восточное, у вас прямо тут какие-то египетские мотивы в этом доме с вот этим вот архитектурным элементом. Была ли та самая женщина, которая прокляла до восьмого колена всех, кто в этом доме будет жить? Я думаю, что мы с вами никогда не выясним, потому что уже нет ни самой женщины, ни те, кто её когда-то видел. По поводу того, что она обрекла там всех жителей дома на несчастье, ну, это надо, наверное, провести такой контрольный срез, интервьюировать всех жителей дома, спросив, как у них там вообще дела. Счастливы они или нет, да, по какой причине, ну, и я всегда говорю, что счастье в доме начинается с помытых окон, то есть вот давайте попробуем попросить всех на фабричном переулке помыть окошки. Ну, может, известно вам про этот дом, вот, ну, какая-то есть история, пишет, вот я, на самом деле, знаю, ну, очень мало информации вообще в принципе про него, когда был построен, кем, для чего, ну, то есть вот, может быть, у вас какая-то информация есть, мы заодно и расскажем. Дом, который в источниках, знаете, как дом мусульманского купца, там даже в источниках фамилии есть, я вам сейчас просто вот ее на слух не скажу, но это обычная постройка, вот, которая была сделана с применением и псевдоготики каких-то восточных элементов, поэтому человек просто строил для себя хороший, красивый дом. Ну, ему так нравилось, в конце концов. Слушайте, а мы можем сказать, что, раз уж мы начали говорить про то, что в Оренбурге, ну, это ни для кого не секрет, очень много в стенах было, да, намешано, и очень многие сюда приезжали, мы можем сказать, что какие-то, что у нас есть прям конкретные легенды, которые вот связаны какими-то национальными колоритами, подтекстами, или что определенно какая-то, допустим, национальная группа обрастала, да, в большей степени какими-то легендами, мифами, или нет? Потому что, ну, мне кажется, знаете, есть такая же какая-то восточная сказка, да, восточные легенды, что-то с Востока, и поскольку у нас этого много всего всегда было, может быть, есть какие-то прям реально вот такие легенды, которые именно оттуда, и вы понимаете, что это оттуда корни? Ну, я думаю, что к легенде можно отнести вот ту самую байку про Ахмедбай Хусаинова, которого прозвали сусликом за то, что он там в степи ловил сусликов. Не ел? Нет, он не ел, он шкурки продавал на потом восточные рынки, да, то есть доказать это мы тоже никогда не сможем, но легенды это достаточно устойчиво уходит. То есть то, что он со своим статусом ходил сусликов ловил или в чём? Нет, дело в том, что он же из Каргалы, он из Сиитова Посада, и из достаточно зажиточного семейства был, то есть отец его тоже был крупным купцом, но к концу жизни разорился и оставил семью практически без средств существования. Помимо трёх братьев, которых мы знаем, то есть Ахмедбай, Махмуд, Гани, там ещё были сёстры и несчастная вдова, и вот три старших брата, они просто взяли на себя заботу о семье и работали, ну, просто вот везде, где только можно, чем могли. И Ахмедбай вот занимался тем, что ходил в степи, ловил сусликов, их освежевывал и продавал эти шкурки тому, кто в них нуждался, потому что из них там тоже можно было что-то шить. Соответственно, вот накапливая таким образом какой-то первоначальный капитал, потом поднялся до трёх миллионов рублей династий Хусаиновых, и вот это такой пример прям вот труда, да, то есть вот с низов до самого верха, благодаря только своему упорству. Ещё хотелось бы спросить про одну легенду, ну, тут больше, наверное, уфологи нам нужны, легенда о приведении знаний Медицинского Академии, это Неплюйский кадетский корпус на проспекте Парковом, да, существует такая история, что в 20-е годы, 20-го века, когда был массовый голод в Поволжье, в этом здании располагался, уже кадетский корпус, понятно, был закрыт по политическим причинам, в здании, пустовавшем, располагался детский дом, и якобы вот дети, которые там находились, они увидели привидение, и потом, когда детский дом был закрыт, из-за этого даже здание долго пустовало, до 40-х годов, да, когда там Сталинградское училище открыли, открыли, и из-за этого я сам учился в Медицинской Академии, тоже там среди студентов, нет, привидение не видел, к сожалению, но были какие-то такие разговоры тоже, да, они кем-то из преподавателей, по-моему, даже, я не знаю, в шутку или всерьёз подтверждали, что вот, действительно, тут иногда бродят там, кто вечером остаётся на отработке, да, если ты получаешь двойку, то ты там после 6 часов вечера должен прийти и сдать занятия, да, и вот уже, когда зимой рано темнеет, что, действительно, кто-то там якобы сталкивался с этими привидениями. Слышали такую легенду? Легенды слышала, конечно, судя по, так сказать, количеству привидений в разных наших домах, то, действительно, надо уже кого-то вызывать, потому что они у нас не только по Нюплюевскому корпусу... А где ещё? Давайте сразу, сразу точки для наших слушателей обозначим, где ещё есть привидения в Оренбурге, чтобы все знали. Сейчас скажу, угол Ленинской, Кобзева, зелёное здание, это было здание банка Азовского, вот вроде там тоже кто-то в подвале воет время от времени или подвывает. Как интервью сказали с его, да, с цепями. Да, но вообще, все старые здания, они, наверное, действительно, какие-то души в себе имеют, потому что, ну, мало ли кто там жил, мало ли кто там умер от тех или иных причин, поэтому здесь просто как к этому относиться? Если очень хочется найти привидения, мы его всегда найдём. И любой шорох можно принять за него. Конечно, конечно. Ну, и я напомню, что это вот как раз такая архетипичная история, которая есть в любом городе, неважно, это в России, в Америке или в Европе. Девочка, да, на колёсиках едет, ну, вот, собственно, это... Заброшенный лагерь, да, это легенда заброшенного лагеря, когда в лагере непременно в каком-то, в соседнем были пионеры, которых обязательно либо повесили, либо убили. Вот про лагерь тоже интересно, да? Мы же пищеблок все смотрели, поэтому, да, примерно так. Есть лагерные дубки, да, там есть Восток-2, по-моему, лагерь, который был заброшен рано, да, то есть сами дубки, они более-менее живут до сих пор, а вот именно этот лагерь был заброшен, и вот среди детей, когда, я помню, сам отдыхал, была распространена история, что там какое-то произошло несчастье, кто-то из детей отдыхающих умер, и директор лагеря повесился в результате, и вот его призрак как раз ходит, и поэтому лагерь был заброшен. У вас какие-то такие данные есть? Действительно могло быть такое в этом лагере или нет? Нет, здесь есть, ну, как бы, такой момент, какая-то история расследования, реально ли там кто-то покончил самоубийство, что не исключено, естественно, в любом вообще месте, где это может быть, да? И второе, вам такое неизвестно, что там что-то вообще происходило, его закрыли, потому что он обнищал. Не могу ничего сказать по поводу лагеря «Восток», насколько и там соответствуют все эти слухи действительности, но вообще вот этот детский фольклор, он же действительно отдельный пласт совершенно, да, почему детский фольклор таким спросом пользуется, потому что вообще сочетание ребёнка и опасности, которые исходят от этого ребёнка, это всегда более жутко, чем опасность, исходящая от взрослого, поэтому. А можно сказать, что городские легенды, я сейчас немножко отвлекусь от примеров, да, в другой контекст, что городские легенды подпитываются и живут ровным счётом до того момента, пока сохранены здания, которым они так или иначе привязаны, потому что большая часть легенд, которую мы сейчас перечислили, они связаны с местом, ну, с конкретным местом, с конкретным физическим объектом. То есть не будет объекта, и, возможно, умрёт легенда. Такое возможно. Вот вы какую-то связь здесь видите с этим? В любом случае, любая легенда, даже если мы говорим не про Оренбург, она к чему-то должна быть привязана. То есть даже мифы Древней Греции, они всё равно привязаны к Гарри и Олимпу и ко всевозможным там объектам, которые в Греции располагаются. Не будет объекта, не будет легенды, да. Почему разрушали храмы, почему разрушали идолов, свергали их отовсюду, да, потому что это всё равно всё привязано к каким-то артефактам, к каким-то материальным вещам. Именно поэтому, ну, давайте сохранять то, что имеем. А, наверное, про самую актуальную, да, городскую легенду поговорим. А среди оренбургцев, особенно пожилого возраста, часто можно такой нарратив услышать, что вот Урал, он раньше был судоходный, да, и здесь по Уралу ходили теплоходы, чуть ли там немного ступенеч, которые перевозили людей, а вот сейчас он стал, что его можно по колено перейти. Как вот вы оцениваете, да, понятно, что Урал никогда не был судоходным, почему вообще могло появиться такое, да, особенно от пожилых людей? Держи, ну фотографии же были с какими-то корабликами. Да, пожилые люди вот как раз видят, видимо, фотографии с корабликами и вспоминают вот эти свои юношеские ощущения, потому что по Уралу ходил прогулочный проходик, да, и мама моя вспоминает о том, что они там в молодости ещё могли вот прогуливаться. Собственно, он и сейчас ходил до последнего времени, напоминая нам такую Миссисипи, особенно осенью, когда выходишь на Урал, тут вот красненький кораблик, прям вот хочется что-то такое южноафриканское запеть. На самом деле судоходным Урал не был никогда, об этом писали все, кто приезжал сюда, к нам в Оренбург, народ очень мучился, потому что невозможно было доставить сюда груз по реке, хотя, казалось бы, то есть всё надо было переть на лошадях и потом на железные дороги. Ну и, соответственно, дальше это вот, да, превращается в такое, а раньше было лучшее, и когда наши бабушки начинают вспоминать свою молодость, они говорят, ух ты, тут практически вот корабль ходил, да мы тут вот трансатлантические рейсы совершали. В общем, по Уралу никогда корабли не ходили. Ну, как таковые нет. Ну, я дополню, да, был кораблик, который назывался Грязодубов, и он как раз возил детишек в лагеря вот эти самые дубки, от бульвара до дубков, и он быстро достаточно пришёл в негодность, именно потому что Урал обмелел в 70-е, по-моему, годы. Купцы ещё в 19 веке пытались здесь судоходство наладить, и время от времени предлагали какие-то свои проекты, чтобы углубить русло Урала, чтобы пустить здесь прям вот какое-то сообщение, но их быстренько сворачивали и говорили, что не надо. То есть, в целом, это была даже такая экономическая необходимость, да, какая-то для того, чтобы Урал был судоходным, потому что это бы облегчило... Может, даже бы мы богаче были бы, я имею в виду, как город, если бы у нас здесь была судоходная река. Ну, по крайней мере, более развиты были бы, потому что сюда бы приехали не только товары, но и люди всевозможные, да, такой вот обмен идеями, вещами. А я помню ещё писатель Иванов как раз про... Он любит такие этнографические вещи. Он писал, что соль по Уралу как раз возили из Сулелецка. Вот это могло такое быть или нет? Я думаю, что соль по воде что-то как-то совсем нехорошо, потому что она, во-первых, впитает в себя влагу и будет крайне некондишен, а потом вдруг она куда-нибудь там вообще упадёт, намокнет. Это же такой товар, который в воде близко. То есть, факт, ничего по Уралу перевозить никогда не... Можно было лес сплавлять, но это плохо влияет на экосистему речную, а так, чтобы прям вот возили... В общем, он нам дан просто для красоты, получается. И как напоминание о том, что природа, она всё-таки сильнее, чем человек. Слушайте, есть у меня одна любимая прям просто легенда, и я думаю, что мы от неё можем тоже перейти ещё к нескольким каким-то таким моментам, связанным с нашим Оренбургом. Это легенда о том, что Оренбург построен на другом городе, как раз из... Ну, вы всё время смеётесь над всеми нашими, с Виктором, легендами. Но на самом деле, это, понимаете, есть огромное количество людей, которые утверждают, что Оренбург был построен на другом городе, потому что, посмотрите, есть вот эти зарытые окна, они совершенно из другого камня построены, из другого строя материала, и, соответственно, что-то случилось в старом Оренбурге при старом, а потом сюда пришли люди и говорят, о, ну, здесь же уже был город, дай-ка мы сверху ещё поднастроим. Вот давайте подробнее. И они укрепляются, эти легенды, когда меняют коммуникации, культурный слой там на полтора-два метра. Да, и люди видят, что, ну, просто огромное окно под землёй, и, конечно, я сама склонна поверить. Или там даже какая-то мостовая есть, да, как вот несколько лет назад. Да, вот давайте прям по очереди, по фактам. Откуда это и что это? С большим удовольствием, потому что... Вы тоже любите эти легенды. Да, ко нам приходят просто дивные экскурсанты, которые вот рассказывают про потоп в XVIII веке, случившийся. Потом какой-то заморозок ещё был, за которого трубы все строили. Так, да, вот давайте. Вот поэтому, значит, рассказываю, что если вы видите дом, который наполовину первым этажом уходит под землю, это не потому, что здесь был потоп в XVIII веке, и здесь просто нанесло, как в Египте, ило. Это потому, что это называется полуэтаж. Это был такой вариант строительства дома, достаточно удобный и относительно дешёвый. А для чего? Давайте сейчас сразу будем рассказывать. Удобный, потому что, ну, в наши плюс 45 лет, там прохладно и комфортно находиться. Там можно хранить какие-то продукты, там можно использовать его под складское помещение. А на этом каменном полуэтаже можно было поставить уже какую-то деревянную стенку, которая дешевле, чем каменная, и таким образом получить себе полутораэтажный дом, скажем так. А можно там и до двух с половиной этажей достроить и так далее. То, что касается зарытых мостовых, да, конечно. То есть с конца XIX века центральные улицы города Оренбурга начали мастить сначала камнем, потом плитами из песчаника, потом вообще стали асфальт класть. Поэтому, конечно, вот эти первые мостовые, они есть. А потом их закатывали каждый раз в новый и новый асфальт, и, соответственно, культурный слой нарос там сантиметров на 50. Естественно, он сейчас открывается, когда вот мы мастим советскую нашей гранитной плиткой совершенно замечательной. То есть не стоит волноваться людям? Конечно. Ну и потом разговоры о том, что вот тут в XVIII веке был потоп, я всё время говорю, а те документы, которые хранятся в архивах, в огромном количестве... Их поделали, естественно, чтобы скрыть. То есть взяли миллионную армию, посадили её где-то и заставили их писать с утра до ночи документы, потому что объёмы документов – это явно не под силу сделать даже сотни людей. Мои приятели, которые занимаются поиском с металлоискателем, отдельно попросили уточнить у вас, да, существует много историй от сарматского золота, да, который есть где-то в пригородах Оренбурга до золота Пугачёва, золота Колчака или каких-то ещё кладов, да, то есть это тоже такой популярный архетип, какие-то клады, которые можно найти в городе или в пригородах. Можно ли в Оренбурге рассчитывать на поиск каких-то кладов? Давайте так, если люди занимаются выкапыванием или попыткой выкапывания чего-то у себя на огороде, то это одна история. А если люди выезжают куда-то в степь и прям вот видят объект археологический и начинают его сами копать, это совершенно другая уголовная история. Поэтому вот в этом плане вообще не надо. Но здесь скорее, знаете, да, ещё о чём идёт? Вот смотрите, город купеческий был всегда. Ну и понятно, что купцы и люди довольно-таки состоятельные. Наступает революция. Я как размышляю, да, как несостоявшаяся купчиха. Наступает революция. Мне кажется, ну, сейчас там пережду месяц-два, это всё пройдёт, мы вернёмся к прежней власти, значит, да, император назад. А придёт, а я своё золотишко откуда-то достану. Ну, это вот я бы так, наверное, поступила, да. Я его прячу, понятно, что ничего не происходит, но я его спрятываю. То есть это вот такое, да, как у меня в голове выстраивается эта композиция. Может ли такое быть, что реально мы ещё нашли не всё, что могли найти? И известно ли вам о каких-то действительно крутых находках в домах, там, в разрушенных домах или ещё где-то? Или вот вообще такого не слышали? Центр города Перекоп, он весь вдоль и поперёк, поэтому вряд ли что-то здесь ещё можно найти. В основном то, что пряталось, это пряталось в старых домах, поэтому, когда сносили старые дома, конечно, находили какие-то, ну, не очень крупные клады. Опять же, можно почитать Десятково, он там про подобные находки писал. Поэтому мы уже вышли давно за пределы того города, который у нас был до революции. И ещё я хотела сказать, что те люди, которые обладали капиталами, у них чуйка немножечко по-другому настроена, чем у обычного человека, поэтому они начинают чувствовать неладное задолго до того, как это неладное происходит. То есть вывозили, да, какие-то капиталы? У нас крупные купцы уехали из города Оренбурга ещё даже до Первой мировой войны. Они все перебрались кто куда, частью в Ташкент, там ещё куда-то, поэтому всё, что могли, они с собой прихватили уже тогда. То есть здесь остались такие недальновидные уже, либо те, кто не мог уехать, да? Да, да, деваться некуда был, либо те, кто так лояльно были настроены вообще ко всему, не знаю, нельзя познавать. Что он ничем не отличается от современных, богатых людей? Да мы вообще ничем не отличаемся от наших далёких предков. Человек-то такой же остаётся. Мы вам про свою легенду рассказали? Ваша самая любимая легенда какая? Знаете, ну, из тех вот, которые вы сегодня обсуждали, они мне все очень нравятся, конечно, и в Севе Маркович, мой любимый городистский, это Майкраш. Но мне очень нравятся легенды про наших купцов Деевых. Вот вы про них сегодня говорили, а у нас были купцы Деевы. Это самая такая устойчивая купеческая династия города Оренбурга. Они у нас начались в конце XVIII века и до начала XX продержались, то есть больше ста лет. Но упорно с ними связывали ещё одну фамилию Зайчиковых. И многие историки, они спорят, это одни и те же люди, или это разные династии. Потому что якобы сначала были Зайчиковы, которые занимались очень неприятным делом. Они продавали наших людей в рабство в Азию. То есть у них был хутор рядом с городом, они нанимали каких-то работников себе. А потом, когда приходило время расплаты, они договаривались с киргизами, которые совершали набег на барак, где эти работники жили, забирали их всех в плен, ну и что-то там обошляли нашим Деевым. То есть это было незаконно? Это совсем незаконно, это вообще неприлично даже по христианским каким-то нормам. И вот, значит, вскрылось это дело, и Зайчиковых отправили куда-то там на каторгу, но, опять же, и Десятков об этом пишут, и многие другие, помимо Десятков. Поэтому, как бы, это такая устойчивая легенда, что Зайчиковы успели только выйти за пределы крепости, поменялись паспортами с каким-то несчастным, которым было совершенно всё равно, куда деваться, и буквально вечером того же дня вернулись в тот же самый город, в свой же дом, но уже с другой фамилией Деевы. И горожане сделали вид, что ух ты, здорово, у нас теперь новые соседи. И всё продолжилось. Всё, как можно было скрыть такие вещи. Ну, вот эти вот Деевы, Зайчиковы, Зайчиковы-Деевы, они время от времени в источниках проявляются, и мне безумно интересно всё-таки докопаться, была ли это легенда, или так было на самом деле. А, то есть легенда заключается в том, что были некие недобросовестные на руку люди, которые занимались, по сути, роботорговлей. Легенда в том, что это одна и та же фамилия, то есть они раньше были Зайчиковы, а потом они стали Деевами. Но они, когда Деевами стали, они одумались, они чем потом стали заниматься, или они продолжали людьми торговать? Нет, они, конечно, людьми не торговали, они занимались другими интересными делами, они во время Хивинского похода водку втридорого продавали русским офицерам и так далее, всячески по-другому наживались. А я всегда говорю, что первые два поколения любых предпринимателей, что 18-го, что 19-го, что современные, это люди, которые копят капитал, они будут его копить любыми средствами, поэтому там всё хорошо. А внуки его прожигают, да? А третье, оно не проживает, третье поколение становится приличными людьми, которые занимаются филантропией. А у нас что, получается, что больше честь каких-то легенд связано с купцами или нет? Так нельзя сказать. Да нет, у нас с разными категориями, да, связано. Но купцы просто, они максимально так на слуху, на виду были, тут всего понастроили, поэтому что не легенда, то или купеческий дом, или Хусаиновы, что-нибудь такое. А есть какая-то история, которую многие считают легендой, а это правда? Ну, наверное, а, ну, можно, допустим, про Александровскую колонну, да, что наш первый памятник, который сейчас восстановлен, стоит на набережной, освобождение от воинского постоя, да, что вот его называют там памятником Александру Первому, да. В общем-то, это недалеко от истины, потому что действительно благодарны горожане, когда Александр Первый освободил всё-таки город от воинского постоя, они могли поставить памятник как самому событию, так и дорогому императору, который всё-таки такое решение принял, поэтому, ну, вот, и такое, и такое название, я думаю, что имеет право на существование. Что, всё, будем заказать? Мне кажется, ещё кучу тебя, ещё легенду хочешь, ну, давай. Ну, такой немножко эротичный даже, да, многие люди, когда вот говорят про доходные дома какие-то исторические, да, говорят, что это там был притон, что там были проститутки, и что Воренбург это была такая столица проституции, то есть, как куда ни глянь, везде притон. Это действительно так или нет, что там более 50 одновременно было вот таких заведений в городе, или это всё-таки нам сильное преувеличение? По количеству, я вам, наверное, не скажу, сколько их было в Оренбурге. Все дома, в которых содержались дома легкого поведения, дома терпимости, да, в точных терминах, они все находились в Новой Слободке. Новой Слободке – это то, что у нас к северу от Оренбурга где-то, ну, скажем так, вот улица Володарского и вот в ту сторону. Поэтому улица Поясникова, да, улица Рыбаковская, да вполне возможно, что там подобные заведения были, хотя и про довольно приличные места, как-то там отели, гостиницы, которые располагались в этих номерах, тоже всякое говорили. Ну, потому что действительно при гостиницах обязательно был контингент девушек с низкой социальной ответственностью, которые обслуживали это заведение. А учитывая, что здесь постоянно приезжали какие-то купцы, всем хочется этой романтики отпускной, да, командировочной, куда без этого. Да, они же приезжают на ярмарки, да, там поторговать, то есть так же, как в командировке мужчины ездят. Ну, то есть чисто теоретически это могло пользоваться спросом в Оренбурге. Оно и пользовалось спросом, оно везде пользовалось спросом. А почему логистически, да, у нас квартал красных фонарей располагался именно в Новой Слободке? Как-то можно это объяснить? Ну, смотрите, центр города – это приличное, так сказать, место. Казённое учреждение, да? А там казённое учреждение, там живут порядочные люди, дворяне, богатые купцы и так далее. То, что за Уралом вообще не рассматривается, потому что туда фиг доедешь, если тебе, да, вот срочно понадобится дом терпимости, это ещё надо лодку найти, вообще всё пропадёт уже. И переходишь по Казаке. Вся ход пропадёт. Пока доедешь. В Форштадт бежать, но там казаки, там могут и физиономию разбить, поэтому там свои люди. Старая Слободка, аренда – это в основном такой район, скажем так, рабочий, там заводы, там мясо, в общем, бойни, забыла слово, поэтому там пахнет не очень хорошо. Ну да, они способствуют романтическим отношениям. Поэтому как-то не романтик. А вот Новая Слободка туда, в ту сторону, там вроде люди попроще, и дома подешевле, ну и женщин тоже много, потому что, да, народ приезжает отовсюду, селится. Таким секретом Полишинели, да? То есть это то, о чем все, в принципе, знали. Да, да, да. Причём мы, когда писали статью про проституцию в Оренбурге, господи, чего мы только не писали, мы выяснили, что в Оренбурге была своя специфика. То есть в других городах, в Центральной России, так сказать, девушки местные предпочитали индивидуально заниматься этим промыслом, а вот приезжие кучковались и прям вот они поступали в публичные дома. А у нас в Оренбурге наоборот. У нас все публичные дома были забиты местными дамами, потому что это было дешёвое место проживания, еда, присмотр, врачебная, так сказать, помощь. А вот приезжие, они вынуждены были тут уже как-то сами справляться. То есть конкуренция высокая была, да, именно в Оренбурге? Да, она везде была высокая. А насколько это было узаконено, если так можно сказать? А законы были, то есть это была профессия, на которую выдавали специальные документы, женщина должна была проходить ежегодно медицинские осмотры. Ну, как в яме у Куприна, да? Да, да. То есть всё именно так. Если хотите знать, как это было в Оренбурге, прочитайте. Почитайте Куприна. Всё то же самое. Может быть, конечно, не с таким надрывом, но тем не менее. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была доктор исторических наук, профессор Елена Бурлуцкая. Это был подкаст «Диванный урбанист», который для вас привели Дарь Беликова. И Виктор Богданов. Сидите за нами можно в ВКонтакте, Ютубе, Дзене, в Телеграме и Одноклассниках. Также нас можно слушать на всех главных подкаст-платформах. Подписывайтесь, комментируйте. Мы рады обратной связи. Встретимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok